Мама рассказывает плохие вещи про папу. Как быть? Я знаю одну семью, которые меж собой договорились. Давай перестанем осуждать ближних своих. Вы не поверите, неделю пришлось молчать. Потому, что иногда процессы общения связаны с тем, что кто-то моет кости кому-то. И я думаю, что здесь папа, ну как, давайте, ну уж папа, так папа. Если, ну в принципе, не только папа, я думаю, если вам говорят плохие вещи про другого человека, если вы не хотите, чтобы вам эти вещи плохие рассказывали, могу очень подсказать простой способ. Избавиться от этого навсегда. Если вы начнёте оправдывать того, о ком говорят плохие вещи, то в ближайшее время вы нарвётесь на то, что вам скажут. Да с тобой вообще не о чем разговаривать. Да, не о чем будет разговаривать. Потому, что интересно разговаривать только тогда, когда ты поддерживаешь собеседника. Ну, в данном случае мама говорит про папу. Если ребёнок, сын или дочь начнут папу оправдывать, то мама заподозрит, что ты с папой заодно. И перестанет тебе рассказывать про него плохие вещи. В принципе, наверное, как и про другого любого человека. Если вы не хотите, чтобы вам вообще рассказывали плохие вещи про других людей, научитесь их оправдывать. И тогда в ближайшее время среди вас, ваших знакомых, останутся только те люди, которые говорят о конструктивном, о нужном, о полезном. А вот это вот пустое перемывание костей и обсуждение чудежных поступков, начиная от Владимира Владимировича Путина, заканчивая Папой Римским, не приводящее ни к каким неположительным, ни отрицательным результатам в мире, но приносящим вред душе, они просто прекратятся. Научитесь оправдывать людей, и тогда ни про папу, ни про маму, ни про брата, ни про сестру вам никто ничего плохого рассказывать не будет. Ну, как священник могу поделиться такой схемой, когда приходит человек и говорит, вот мне приходится, участвуя в диалоге, слушать, как кто-то что-то плохое говорит, а мне приходится слушать, мне это неприятно. Но, запомните, до тех пор, пока вы будете слушать, вам будут говорить, вам будут говорить до тех пор, пока вы не станете оправдывать людей. В тот момент, когда вы людям начнёте искать оправдания, процесс изложения чужой грязи прекратится, потому что все будут думать, что вы с ними заодно. Вот и всё. Не хотите, чтобы вам грязь выливали чужую, научитесь оправдывать людей, научитесь в каждом плохом поступке искать оправдания. Вот вы возьмите мам, смотрите, у мам есть такое замечательное свойство. Как бы низко не пал их сынок или дочечка, уже всё, уже суд постановил, уже суд вынес решение, уже диспозиция разложена, уже санкция определена. Но мама всё равно говорит, это не он виноват. Это вот и всегда мама находит оправдание своему ребёнку, понимаете? Вот это свойство мамское надо нам всем взять и усвоить, только оно должно касаться не наших любимых деточек, а всех, кого очерняют в наших глазах. Говорят про папу, который ушёл из семьи плохо, нам надо оправдывать папу. Говорят что-то про маму, которая что-то совершила, надо оправдывать маму. Про бабушку, про дедушку, про сестру, про брата, если мы научимся оправдывать наших ближних, нам перестанут нести мешками эту человеческую грязь. Помоги всем, Господи. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok